Первомайский район принял эстафету победы. 12 апреля 1944-го Крымская победная весна добралась и до села Войково. Сегодня день освобождения от коричневой чумы. Местные жители отмечают с размахом. Вспоминают своих героев и чтят память погибших бойцов. Война не заканчивается залпами орудий. Её эхо до сих пор звучит в душах ветеранов, прошедших сквозь дым и пламень битв. Тех, кто потерял своих отцов и дедов на полях сражений. 72 года назад, в апреле 1944-го, от фашистских захватчиков советские воины освободили село Войково и весь Первомайский район. У меня папа воевал. Правда, пришёл на костылях. Тяжёлое время переносили наши родители. Но всё прошло, как говорится. Только воспоминания, тяжёлые воспоминания. Важно помнить эту историю, потому что, ну, если мы будем забывать это, как бы, оно может вернуться. Этого ни в коем случае нельзя забывать. Кто, как не мы, расскажем своим детям об этом. Будем передавать это из поколения в поколение. Что эта война была самой кровопролитной и победили фашизм именно советские воины. Великая Отечественная наложила отпечаток на каждого жителя нашей большой страны. Не обошла она и село Айбары. Такое название до окончания войны носило Войково. Сегодня местные жители свято чтут память о тех, кто не вернулся с поля боя. 372 человека на территории Первомаскарона наших земляков были расстреляны фашистами. 413 человек было угнано в лагеря смерти. Вечная память тех, кто погиб в годы Великой Отечественной войны и слава благодарности тех, кто сегодня живет. Чтит память погибших войковчан и депутат Крымского парламента Светлана Савченко. Возлагая цветы к памятному обелиску, она вспоминает и своих дедов, воевавших за мирное небо над головой. Папин, отец, дедушка мой Алексей погиб под Ленинградом. Где его могила неизвестно. Возле завода, в который он призывался и шел, стоит памятник с его фамилией. Это город Соликамск, Пермская область. Мамины семьи. У нас прошли войну почти все. К сожалению, в Войково не осталось в живых ни одного ветерана. В прошлом году, отметив 70-ю годовщину Великой Победы, умер последний воин Советской Армии. Но память о защитниках будет жить вечно. В сердцах молодого поколения. Елена Бережная, Евгения Довжик и Дмитрий Лолетин. Время новостей. Первомайский район.